Спасибо, тогда я начинаю. Пока открывается презентация, я хотела бы немножечко слов сказать вначале, и начну я со следующего. Несколько лет назад, когда я впервые взяла второй класс, я испытывала неуверенность. Во-первых, потому что второклассники такие маленькие, и, как мне казалось, язык английский для них будет не из легких. И было желание научить языку, и интерес к этому предмету привить. Поэтому у меня возникла идея поглубже изучить технологию обучения в начальной школе. Я перепробовала очень много методов, но всегда выбирала только свои. Пересмотрела много учебников, и хочу сказать честно, что, несмотря на то, что мы работаем по Бибалетовой, я неукоснительно не придерживаюсь этого метода, этого учебника. Естественно, вечно изобретать это правильный курс учителя, и это, наверное, единственный и возможный путь живого преподавания. Который мне хотелось бы предложить вашему вниманию, он предполагает постоянную креативность и изобретательность. Этот прием – это прием драматизации. Хочу сказать, что выбор данной темы, он не случайен. Педагогика творчества, она является доминирующей в моей педагогической деятельности, и поэтому прием драматизации находит применение на моих уроках, особенно, конечно, в начальной школе. Многие учителя с осторожностью относятся к этому приему, и по некоторым опросам были названы такие причины, которые, по их мнению, мешают учителю обучать посредством данного театрального искусства. Были варианты ответов такие, что учителю не очень хотелось бы глупо выглядеть перед учениками. Иногда возможен вариант потери контроля над дисциплиной или невыполнение программы даже. Некоторые считают, что для этого необходимы условия, особые условия и особые учебные материалы. Могу сказать, что это происходит от того, что учителя, в принципе, либо не видят значимости этого приема, либо до конца не знают, как с ним работать. Можно привести слова известных методистов, которые говорят, что драматизация – это то, что мы делаем каждый день. Это наше бытие, это, можно сказать, настолько обычная вещь. Хотелось сказать, что определение важности приема драматизации на начальном этапе и его недостаточная разработанность как средство обучения, а также специфика его применения явились основаниями для определения актуальности данного педагогического опыта. Исходя из этой актуальности, проблемой была сформулирована и ее цель, которая состояла в разработке теоретических и практических основ приема драматизации и выявлении его эффективности. Проблемой исследования данного приема занимались такие известные ученые и педагоги, как Белянка Елена Анатольевна, Артемов Владимир Алексеевич. Но основу моего личного опыта составляют труды учителей, которые имеют непосредственное отношение к преподаванию иностранного языка в начальной школе. Это Татьяна Ивановна Ижогина, Борисенко Ирина Николаевна и Канаева Валентина Михайловна, которые разработали авторские методики раннего обучения иностранному языку. И эти методики основаны на методе персонификации языка. Изучение методической литературы по данной теме, изучение процесса обучения на основе приема драматизации позволили сформулировать гипотезу опыта, которая состоит в том, что прием драматизации позволяет овладевать теми основания всех видов речевой деятельности. Для достижения данной цели и доказательства выдвинутой гипотезы были вновь поставлены следующие задачи. Это прежде всего выявить возможность обучения иностранному языку на основе приема, экспериментально проверить эффективность этого приема непосредственно в учебно-воспитательном процессе, также разработать структуру урока с использованием этого приема и разработать методические рекомендации к проведению уроков на его основе. И еще одна из задач, это прежде всего адаптация этого приема к тому УНК, по которому я работаю, и к тем упражнениям, которые предлагают авторы учебника. В чем новизна, по моему мнению, это прежде всего в том, что выявлены особенности приема как средства обучения, а также доказано преимущество обучения иностранному языку на основе этого приема, а также, я уже повторюсь, возможно, и эффективность используемого при обучении всем видам личевой деятельности. И вот теперь, по происшествии пяти лет, я могу сказать, что моя система работы в начальной школе на основе этого приема на стадии применения в условиях моей родной школы. Младшие школьники с большим интересом и энтузиазмом приступают к изучению иностранного языка, это общеизвестно, но со временем мотивы, которые движут детей в самом начале, постепенно угасают, и интерес к учебному предмету пропадает, падает точнее. Задача учителя состоит в способности подобрать те стимулы, которые поддерживали бы мотивацию и интерес. Смелюсь утверждать, что прием драматизации обладает мощнейшими стимулами. Один из них – это общение на основе приема всегда мотивировано. Конкретно учащиеся не просто говорят по какой-то причине и с определенной целью, они вовлечены в процесс пояса. Драматизация используется также как ненавязчивое средство активизации учащихся, на основе того, что создаются естественные и одновременно также непредсказуемые ситуации. Подобные ситуации будут воображение, фантазию, то есть они способствуют развитию творческих способностей. Включение игровых моментов позволяет снять психологический барьер. Игра – это эмоции, а там, где эмоции, там, соответственно, раскованность и отсутствие принуждения. Управнения, которые построены на основе приема драматизации, они базируются не на имитации, а на самостоятельном мышлении, когда ребенку надо понять, что происходит, и искать определенное решение. Фактически детям приходится решать интересные поведенческие, познавательные и другие задачи. В то же время прием драматизации – это реальное средство интеграции в обучении, так как он органически объединяет рисование, музыку, выразительное слово, пластику, различные двигательные ритмы. И данный прием можно применять с успехом при обучении всем видам речевой деятельности. Мне бы хотелось сейчас привести примеры упражнений. К сожалению, я подобрала только по одному примеру на каждый вид речевой деятельности. Например, возьмем с вами упражнение при обучении письмой. Задание сформулировано следующим образом. Наша Алиса загустила, напиши ей что-нибудь приятное. Вот для этого слова. И вы видите те слова, которые ребенок должен использовать при выполнении данного задания, когда он пишет письмо. При обучении чтению. У Тима день рождения, узнав, что он любит, вы сможете выбрать для него подарок. То есть, прочитав этот небольшой текст, ребенок должен сориентироваться в картинках и выбрать подарок, который желает данный герой. При обучении говорения. То есть, когда ребенок расскажет о том, что он умеет, используя глагол КЕН, он освободит каких-то заколдованных животных. И при обучении аудирования, прослушав определенный прогноз погоды, может быть, даже где-то будет подсказка в рисунке, ребенок может предложить определенные вещи для путешествия. Хотелось бы затронуть такой вопрос, как технологию построения урока на основе данного приема. Методическим содержанием данного урока является, прежде всего, конечно же, коммуникативность, так как ведущая черта урока – это атмосфера общения. Отличительная особенность организации урока – это, прежде всего, его сюжетность. Урок представляет собой единую сюжетную линию. Которая направляется к каким-либо событиям – реальным, вымышленным или игровым. Но каждый урок сам по себе, в свою очередь, он элемент общего сюжета. Сюжета, который начинается в начале учебного года и заканчивается в конце учебного года. Поэтому можно сказать, что каждый урок никогда не заканчивается на точке. В конце урока всегда есть вопрос, который, в свою очередь, будет являться стимулом к дальнейшему общению, к дальнейшему развитию сюжета. Естественно, если сюжетность – это отличительная особенность урока, то здесь урок представляет собой последовательность в охлаждении к решению речевой задачи, которая является кульминацией урока, его коммуникативной вершиной. Сюжет урока включает в себя и персонажи. Существует постоянный персонаж, который является помощником в развитии сюжета. Он является носителем языка, он является партнером ребенка в общении. И наряду с этим персонажем могут присутствовать также сквозные герои, которые появляются из урока в урок. В ходе работы над проблемой изготовлены атрибуты к разным видам театра. Например, здесь вы можете видеть театр масок, который мы используем на уроках. Здесь можно увидеть пальчиковый театр. Это все делали дети своими руками. И настольный театр. Может быть, не очень уж, так сказать, оригинально, но помогает нам работе. И так называемый кукольный театр, когда мы используем куклы в разных вариантах. Куклы можно использовать для создания всевозможных ситуаций при обучении разным видам речевой деятельности и на разных этапах урока. Это может быть при организации фонетической или речевой зарядки, конечно же, при введении лексических единиц, а также для их активизации и одновременно для активизации грамматического материала. С помощью куклы очень хорошо организовывать вопросно-ответные упражнения, ситуации общения, диалоги и даже самостоятельные связанные высказывания. В то же время кукла помогает консолировать знания. Ученик, играя с куклой, он не догадывается о том, что учитель одновременно его оценивает. Самый главный результат применения приема – это прежде всего наличие интереса и желания изучать язык. Так как драматизация, она творчески упражняет и развивает разнообразные способности и функции, такие как воображение, память и внимание. Благодаря систематическому применению приема у детей увеличивается и словарный запас. Так как по сравнению с традиционной семантизацией лексики, усвоение нового лексического материала на основе приема проходит намного легче, где-то на 50%, легче и быстрее. Продуктивнее продвигается работа и над грамматикой. В итоге учащийся умеет работать индивидуально, умеет работать в паре, в группе. И самые существенные изменения в плане становления коммуникабельности, потому что в каждый урок у нас нет места диалогической общения. Работоспособность учащихся очень увеличивается. Стимулируется учащихся с разным языковым уровнем за счет повышения собственной самооценки. И в дополнение к результату вы можете видеть самая последняя надпись, это методическая копилка. Дело в том, что я стараюсь забирать упражнения, которые я разрабатываю на этой основе. И эти упражнения у меня систематизированы по различным видам лечевой деятельности. И они адаптированы. То есть я их стараюсь применять на своих уроках. Опытом работы делюсь в рамках школы, в рамках района, выступаю на пиццаретах, методических семинарах, провожу открытые занятия. Если необходимы, консультации для учителей начальной школы и родителей. По этой теме я публиковала даже статью. По поводу консультаций для педагогов в начальной школе. Дело в том, что многие идеи опыта, они находят применение именно в их работе. На таких предметах, как математика, например, когда идет драматизация смысла текстовой задачи. Далее, например, на уроках физкультуры, так называемая двигательная сказка, система физических упражнений, которые объединены одной сюжетной линией. Например, взять карту «Колобок». Далее, это может быть литературное чтение, когда дети драматизируют и хир, и проявляют диалоги на основе текста, а также иллюстрируют фрагменты этих текстов. И на уроках музыки, инсценирование песен. Это пятый класс, инсценирование черной школы, это фотография пятого класса. Мне бы хотелось закончить свое выступление и подвести итог, наверное, несколькими фразами. Все очевидные преимущества приема, которые я назвала, по моему мнению, они не означают, что этот прием может быть единственным приемом для работы в начальной школе. Всегда возможен оптимальный вариант. Какой вариант? Я думаю, что в этом случае учитель решает сам. Вот такое у меня выступление, если есть вопросы, пожелания, я готова выслушать, ответить.